все на каникулах на дачах все что ли где все ходят за 7 зрителей всем привет друзья 1059 в эфире 13 мая четверг и внезапно четверг уже подкрался подкрался четверг а завтра уже пятница рано начал я всегда так начинаю чё за приколы чё за рофлы каких каникулах не знаю на каких каникулах 7 пенсионерных на пенсионерных каникулах копают картошку все где-то там пятница в четверг пять нет пятница завтра четверг сегодня но довольно близко он подобрался это все из-за отсутствия понедельников это очень хорошая практика мне нравится когда понедельники отсутствует как рабочие я вообще давно говорю что надо чтобы было три дня выходных четыре дня рабочих было бы честно достаточно честно на один день больше работаешь но на один день больше отдыхаешь а так и работаешь пять дней и всего два выходных ничего не успеваешь с системы 4 на 3 можно было даже от праздничных дед касаться кашка мони нужны если и так все хорошо ибо понедельники взять отменить не отменить переконвертировать в выходные дни или пятницу сделать выходной пятница суббота воскресенье выходной а понедельник вторник среда четверг рабочие кажется отлично прям только начала работать сразу и закончил без рабочего понедельника прям кайфово не знаю кто что вот ты поработал поработал а сейчас уже завтра уже всего пятничка уже субботы воскресенье уже близко отдыхать ничего недельник кстати да хорошее название для выходного понедельника ничего не денег ну или пятница оставить просто пятницей в их а пятница выходильник хорошая идея мне кажется хорошая идея вот такие вот у меня мысли утренние был налить себе воды поэтому надо ее экономить по страны по опросам с тобой не согласны им и пять дней рабочих мало и мы денег мало не если бы большего денег платили бы то-то было бы больше денег у людей все просто население рабочих дней мало а зпп платит копейки да они бы скорее ходили бы на работу чаще чтобы больше денег заработать вот все они потому что так хочется работать как же мне хочется работать и не совсем не хочется отдыхать да нет сомневаюсь смеюсь что людям не хочется отдыхать просто плати больше денег лол да именно именно это решил бы все проблемы в реально все проблемы не было бы воин не было бы ссор просто подплати больше денег и все это 5 я начал эфир и начал зевать каждый раз одно и то же чат платите больше денег до платить больше денег а я буду меньше работать идеально это я много работы вы мало платите надо поменять эту эту парадигму сломать эту парадигму платите больше я буду работать меньше так формула работает лучше вот чё вам такого интересного рассказать ничего у меня ничего не произошло ничего не случилось я не посмотрел что-то интересное обзорил бы половину пер а нет я весь по мне всего 1 тора посмотрю почти закрыл гештальт осталось посмотреть только господи как у человека муравья начать мне как-то не хочется смотреть вот а так все больше ничего интересного не было поиграл вчера в дистане еще чет там по фармил чет мне там выпало чет там я ни до чего не докачался ничего интересного не произошло сезон так себе проснулся смысле что мне надо делать газельку вот с утра причем я чет почему я знаю что я хочу сделать хочу сделать меню но изначально меню потому что сделать более сложный интерфейс инвентаря сейчас скорее всего не смогу я хочу чисто сделать меню где условно в определенной зоне нажимая кнопочки там 123 меняется дизайн кабины ну типа апгрейды то есть сделать что-то такое я понятия не имею как это делается и изначально мне надо начать с того чтобы оборудовать всю базу некими спавна спавнищимися предметами ну то есть вот как пушки у меня вызываются то есть изначально на модели транс транспорта нету пушек они спавнятся вот тоже самое надо сделать с остальными модулями то есть должен спавниться модуль кабины должен спавниться модуль а ты молодец ломаю по все я могу завершать трансляции спасибо кондин за эти 300 рублей я могу пойти отдохнуть всем пока увидимся да спасибо о чем я говорю пытался отвлечь меня от разработки игры я знаю коварный план твой так вот я говорил о том что да все все блоки они же должны вызываться потому что пользователь же должен у него должна быть возможность менять эти модули в магазинах но покупать одни и ставить другие он не будет с собой их возить пушкин по будет с собой возить сделать инвентарь из клеточек я думаю с пока не смогу это наверное довольно очень сложно наверное очень сложная задача а вот как минимум сделать сменяемые модули есть условно зона в которую ты въезжаешь и там у тебя появляется меню в котором которым ты можешь нажать там 123 например там выбрать и тебя поменяется кабина например вообще да непростая потому что это условно б.д. но до база данных ну а вот сейчас уже есть часть б.д. она через пушки точнее у пушек есть часть там б.д. там есть список из пушечек вопрос в том что нет интерфейса на данный момент пушки рамну спавнится вызываются через определенную базу данных там дата дата лист есть в этом дата листе собраны данные этих пушек то есть там есть и скорость стрельбы и там это перезарядка вот это вот всяк всякие такие параметры есть и в том числе ну как список да так вот просто нету интерфейса для выбора пользователь не может выбирать на данный момент эти пушки только можно можно только через код их выбирать и все причем у меня же на сейчас на газельки стоит две разных пушки поэтому попробую поискать рпг контент для анрила в магазине где-то был а зачем мне рпг контент мне не нужен рпг контент это я затрахаюсь с рпг контентом ковыряться это мне надо будет его скачать потом мы из него вычленять какие-то вещи я лучше найду тем более что в моем случае это простая история все же рпг это сложная вещь но более сложная в моей в моем случае мне на что-то чуть попроще так что я думаю что можно найти просто гайды которые подскажут мне как то я я уверен что вот я вот сейчас открою открою youtube шу анрил энджин 4 инвен создание инвентаря вот даже есть туда же есть урок по анрил создание инвентаря часть 1 и тут как раз рассматриваются всякие кубики инвентарь за 10 минут базовая структура что это такое как сделать быстро как добавлять предметы как искать предметы система инвентаря асс вот короче есть есть уроки создаем свевел рпг на андрил энджин 4 номер 15 создание инвентаря инвентарь инвентарь но тут на тут немножко не правит тут не тот инвентарь на самом деле на самом деле это не тот инвентарь это инвентарь скорее так и пабджишный как заменять манекен но короче настройка персонажа замена стандартным короче можно найти мне кажется мазал флэш что-то такое мне кажется найти можно тебя отдельная же нужна система инвентаря она есть магазине нет мне не нужна отдельная система инвентаря у меня специфичная система инвентаря то есть обычная система инвентаря это просто ну сумка с квадратиками условно да из которой ты мой как как в майнкрафте а в моем случае у меня есть инвентарь сборный но это не основная вещь мне надо инвентарь который ну типа вставление в слоты ну то есть как бы выбирание ну то есть что такое короче но все это есть все это есть в интернет в интернетах ну туда же есть план урока создание структуры папок импорт в проект иконок слотов корзины и ассета с иконками импорт настройка статик мешей когда предмет будет выбрасываться в мир создание блюпринта инвентаря и слотов инициализация инвентаря при старте игры в двух режимах встраивание инвентаря в систему сохранения загрузки игры жесть но часть часть этого этой штуки уже есть мне мне скорее интерфейс нужен мне не ну то есть база данных я более-менее понимаю как работает ну понятное дело что надо будет еще поковыряться но все равно но мне скорее нужны интерфейс на история инвентарь за 10 минут просто не сердито создается база данных в нее добавляются объекты от intem find intem ну-ка вот он чел идет нет еще не идет прикольно нажал забрал короче гайды можно найти которые решают это решают эту задачу у меня был какой-то бесплатная по моему пачка чего-то там для рпг но по моему это было рпг оружие или что-то давно в смысле мечи топоры топом не была система рпг все равно надо немножко свою свою делать сначала как минимум надо научиться начнем научить систему менять объекты но и самому научиться менять объекты на на и на обе как то нет менять блоки короче на игровом объекте то есть есть машинка игрок может поменять к кабину, сделать разные кабины, выбрать разные кабины, как минимум. А потом уже заниматься тем, чтобы... А потом уже делать интерфейс, где пользователь может купить эту кабину и установить. То есть сначала сделать простой блок, а потом уже посложнее. Ну или банально, типа, кнопка прокачки. То есть сделать одну кнопку, которая будет постепенная. То есть пользователь приезжает в магазин и у него есть кнопка улучшить, условно. То есть если в X-машине использовалась система, когда там было несколько кабин разного качества, то есть там была, условно, одна база и на нее было, по-моему, две кабины. По-моему, молковоз. На первую, на легкую базу был молковоз и трудяга, что ли, бродяга, не помню. Мамин симпатяга. Ну, то есть Газелька и там Зил, по-моему. Вот эти две такие кабины. Ну или не Зил, я не знаю, там кабина была от какого-то автобуса. По-моему, только две их было. Все. Но они, что та, что другая, была в нескольких вариациях. Как разница в характеристиках. То есть там была, типа, ржавая, от ржавой, ржавая, нормальная, усиленная. По-моему, как-то так там было. Вот. И у ржавой было меньше хп, у усиленной было там больше хп, брони и мощности. И также разный у этих кабин был разный дизайн. То есть там, по-моему, две или три, два или три варианта было и этих, и бродяги. И надо будет запустить, кстати, посмотреть, как там было устроено. И две, три, два-три варианта молоковоза. Следовательно. Но там ты мог покупать их. То есть ты приезжал в магазин, и там были вот у тебя список ржавый, не ржавый. И с одной стороны это, ну, прикольно. С другой стороны, по логике вещей, в конечном пользователю не нужны старые запчасти. Ну, то есть вот ты приехал, например, в магазин и купил себе типа улучшенную кабину, там, самую топовую. И когда в следующие разы ты проезжаешь в магазины, там лежат ржавые старые или плохие кабины, они, по сути, конечному игроку не нужны. Они заполняют магазин, и они бесполезны. Куда проще, мне кажется, чтобы в магазинах... Это, правда, это больше разнообразие дает. Да. Тут я не спорю, потому что ты приезжаешь в магазин, и в нем, как бы, всегда он заполнен чем-то. Всегда в нем есть товар. А в случае, если ну, типа, это сделать лишь апгрейдом, то пользователь будет приезжать в магазин, и в нем будет, ну, там, три кабины. Все. Но мне кажется, что этот момент можно немножко упростить, сделав... Ах, одна из наших самых ярких звезд снова с нами. Мозголомик подписывается на шестой месяц подряд. Хай-ухай. Спасибо за поддержку. Если этот момент упростить, то пользователь сможет просто прокачиваться. Ну, то есть, он приезжает, например, в магазин, или находит отдельную... Или находит отдельный пункт прокачки. То есть, это тоже... Из этого можно сделать геймплейную механику. То есть, изначально в магазине доступны, там, три кабины, например. Но это, ну, блин, с другой стороны, это делает игру скучнее, конечно. Потому что у тебя будет несколько точек. Ты будешь приезжать. Ну, то есть, это прогрессия, по сути. Типа, в первом магазине у тебя доступна только, условно, одна кабина. И всё. А потом, получается, более крутую кабину надо размещать там в следующем магазине. Типа, в следующей локации. С точки зрения прогрессии, это будет работать хорошо. Но с точки зрения разнообразия будет выглядеть не очень. То есть, пользователь будет приезжать в магазин, а он скудный. У него один вариант всего. Просто можно было сделать так, чтобы он должен был поехать, ну, найти какую-то специальную деталь, например, или накопить определенное количество денег, там, съездить в какую-то локацию и там забрать какую-нибудь... сразиться за какую-то деталь, которую он потом может привезти в магазин и установить себе улучшение, которое будет, типа, навсегда. То есть... Ну, он просто вставляет в итоге кабину. Вот у него есть базовая кабина. Вот газелька, да, базовая, вообще без улучшений. Он едет куда-то, там находит улучшение, возвращается в магазин, устанавливает... Ну, не в магазин, в мастерскую, например. Мастерская там одна на локацию. Он туда приезжает, и там ему за какие-то деньги, например, могут установить этот модуль. И в итоге его базовая кабина увеличивается, там, по мощности, скорости, мощность, там, например, увеличивается. Или броня просто увеличивается. Становится толще. Ну, и следовательно, добавляются эти трубки, которые я там лепил на... на кабину. Но тогда немножко, получается, исчезает RPG-элемент. Ну, не RPG-элемент, а такой вот этот эффект, как будто бы в магазинах что-то продается. Потому что, получается, тогда даже магазин не нужен. Но тут, конечно, есть вопрос. Потому что наличие магазина и товара в нем, пусть и бесполезного уже для игрока, то есть те же кабины и прочее, оно создает иммерсивность. То есть, что тут есть какая-то динамика, есть какой-то магазин и прочее. Но оно все равно бесполезно. То есть, это как возможность открывать воду в играх, когда ты заходишь в туалет в игре, и там можно слить воду или открыть кран, и потечет вода. Но на игру это никак не влияет. То есть, ты не моешь руки там, я не знаю, ты не сливаешь воду, не ломаешь в конце концов ничего. То есть, ничего такого нет. Это просто иммерсивность. Просто, что если есть кран, то логично, что он должен работать, а не просто как декорации существуют. Хотя даже факт, что вода течет из крана, это все равно декорация. То же самое и здесь. Пусть вещи в магазине тебе не так нужны, но наполненность магазина как бы заставляет поверить в том, что тут есть некая жизнь в этом. В этой игре есть жизнь. А если у тебя будет одна кабина в магазине? Надо подумать. Надо над этим подумать. Сделай заправки с прокачкой. Это же гениально. Нет, нет. Тут надо тонко все продумать. Заправки не могут быть местом для прокачки, потому что в мире постапокалипсиса заправка это просто заброшенное место. Максимум, что ты там можешь найти немножко топлива. Но в моем случае... Я не знаю, я буду делать топливо или нет. Наверное, буду. Ну, то есть в X-машине это было. Было топливо. Но оно было совершенно непримечательным. Мне кажется, топливо не особо нужно. Ну, то есть, мне кажется, что в X-машине топливо это был элемент геймплея, чтобы пользователь не накапливал слишком много денег. Потому что на это обязательно уходили деньги. Ну, так же, как и на ремонт. Записывай видосы с игры на делай скринов как референсы, чтобы постоянно не запускать. Что? Зачем? Чтобы что не запускать постоянно? Можно писать просто скрипт, чтобы боты скупали вещи, задать им простую экономическую модель, типа купил подешевле, продал подороже. Не-не, это будет очень сложно. И речь сейчас не о том, чтобы система... Для этого достаточно простой и система из X-машины тоже, когда ты что-то покупаешь, на него... Если ты что-то... Короче, если есть дефицитный товар где-то, то он... Короче... Не, как там? Если в одной точке очень много товара, то цена на него низкая. Если в другой точке этого товара мало, то запрос на него высокий. Ну, это классическая система. Но чем больше ты продаешь, то есть просто прогрессия, чем больше ты продаешь товаров туда, где он необходим, тем, естественно, уменьшается закупочная цена в этом месте. В этом месте. Вот и все. Этой системы вполне было достаточно, чтобы ты не перефармливал. Плюс, в том числе, насколько я помню, в X-машине система работала так, что товар был не безграничный. Ну, условно, я, по-моему, на стриме даже этот момент у нас был. Ты приезжаешь в какую-то отдаленную, глухую деревню, и там довольно много картохи. Там что-то типа 30 пунктов картохи. И она, естественно, там продается довольно дешево. Они не покупают картоху, потому что она, наверное, не нужна. Но они ее продают. И ты ею загружаешь весь свой, пока на тот момент, еще не очень объемный кузов и везешь в город с противоположной точки карты, в которой картохи нет. И, естественно, у них цена на картоху высокая. И пока ты возишь, то есть, если сначала ты там закупаешь по 6, по-моему, рублей или что-то типа того, а продаешь там по 20, но ты продаешь по 20, там первые, по-моему, 5 или 6 картофель, что-то типа того. А дальше цена начинает снижаться. И снижается уже до закупочной. Это то же самое, что когда ты покупаешь картоху, первые там несколько картофелин, они стоят дешево. Потом она начинает, естественно, дорожать, потому что ты выкупаешь весь продукт. Ну и в конце концов продукт просто заканчивается. Ты больше не можешь покупать там его. Эта система довольно простая, и она не требует... Ну, в смысле простая. Понятное дело, что там все зависит от уравнений особенных, но простая в том смысле, что тебе не надо делать хитрожопую экономику для всего мира. Тебе достаточно просто сделать вот какую-то рандомную вот этот спавн, то есть ты расставляешь точки, что вот здесь, например, картоха, здесь там, не знаю, детали, металлолом. И что там, не знаю, раз в какое-то время они периодически обновляются. Или даже не так. Как только мир спавнится изначально, там какое-то число. Я даже думаю не так. Там может быть коэффициент наполнения магазина. Вот так вот. То есть, например, есть точки, которые стопроцентно являются с неким источником. То есть, вот, например, в деревне выращивают картоху. Да? Или бревна там какие-нибудь выращивают. Деревья. Рубят деревья. И там коэффициент прироста в деревне, то есть с момента старта игры игроком, например. Или с момента попадения игрока на локацию. Мне кажется, так логичнее быть. Потому что если с момента старта игры, то в отдаленных локациях там уже накопится столько ресурсов, что жесть. С другой стороны, это тоже можно сбалансировать. То есть, в начальных зонах обычно самый дешевый ресурс. Ну, самый простой какой-то. Потому что у игрока мало денег, слабая машинка и прочее. Ему нельзя давать сразу много денег в первых локациях. Следовательно, в начале это вот какие-то там бревна и картоха, например, по копейкам. И они копятся, пока ты условно играешь. Ты катаешься по карте, стреляешь во врагов, а где-то там, в деревнях, купится картоха с коэффициентом. С каким-то, не знаю, коэффициент один, например. То есть, прирост по одной, не знаю, картофелине в, не знаю, в минуту или в две минуты игры игроком. И когда ты приезжаешь, там накапливается какое-то количество этой картохи. И, естественно, за счет уравнения фигурируется определенная цена. Делается определенная цена. Ты выкупаешь ее там и потом условно оттуда. Но если ты опустошаешь, например, магазин, то там она начинает не сразу, например, накапливаться. Ну и тоже, не важно, даже если она сразу начинает накапливаться, если ты довольно сильно опустошаешь источник, то закупочная цена увеличивается до бесполезности. То есть, ну, здесь все довольно логично. Одно зависит, одно от другого зависит легко. Соответственно, как только ты опустошил источник, то тебе нет смысла просто туда ездить перманентно. Потому что, во-первых, закупочная цена там уже будет достаточно высока, потому что ты создал дефицит, выкупив весь товар. То есть, неважно, с каким коэффициентом сейчас заспавнивается, она все равно будет стоить довольно дорого. То есть, суть низкой закупочной цены, если товара много. Если товара мало, закупочная цена высокая. И тебе невыгодно. Плюс, выкупая постоянно эту картоху и продавая ее в точке, в которой цена довольно хороша была изначально, опять же, там цена станет довольно низкая, потому что ты слишком много товара туда привез. И он оттуда не исчезает. И все. Через подобные коэффициенты, мне кажется, можно балансировать и не делать какую-то очень сложную гибкую систему, где NPC будут. Я сомневаюсь, что я смогу реализовать NPC, которые будут возить грузы из одной точки в другую. Это же им надо в импоинты прописывать блоки. То есть, это прямо надо им жестко надо будет прописывать пути по... Ну, это круто. Ну, то есть, я бы даже хотел бы, наверное, такое реализовать, чтобы помимо... Помимо боевых неписей, которые просто спавнятся и нападают на игрока, были как бы грузовые неписи, которые из одного города едут в другой город. И на них, например, тоже могут напасть. Или ты можешь на них напасть и твоя карма испортится, например. И ты больше не сможешь закупаться в магазине. Ну, там, кстати, была в том же... В той же экс-машине была какая-то типа карма. Типа карма. Я имел ввиду без референсов, чтобы тебе постоянно не запускать игру, чтобы посмотреть, как это работает. А, ты референсы из экс-машины? Да не, мне достаточно просто поиграть и все это. Это отложится у меня в голове. Я просто давно экс-машину не запускал, поэтому не помню, как там досконально все устроено. Но достаточно запустить и все. Тем более, она не так долго запускается. Отвлекся. Что за картоха? Игровая. Почему привезенный товар не девается? Было бы логично попробовать реализовать систему, при которой проданный товар потихоньку уменьшается. Потихоньку! Ты про... Да, это... Это никто об этом не говорит. Точнее, коэффициент, опять же. Так же, как у точки появления, точнее, в точке производства есть коэффициент, который повышает количество товара на складе. Так же должен быть в городе коэффициент, который понижает. Но этот коэффициент должен быть меньше, чем тот коэффициент, который повышает. Потому что иначе игрок будет или равен, или равен. Иначе игрок просто займется тем, что будет фармить. А ему надо, скажем так, история с фармом здесь должна быть реализована через некие мимолетные истории. То есть вот он нашел точку, в которой можно хорошо закупиться, и нашел точку, в которой это можно сбыть. Сделал 2-3 рейса, получил весь профит и поехал дальше. А не чтобы он залип на том, чтобы возить картоху из точки в точку. Однажды, ну то есть в определенный момент система должна его ограничить. То есть сделать ему закупку невыгодной и продажу невыгодной. Чтобы он покинул это место и продолжил дальше тусить. Но чтобы система по-прежнему работала. При этом логично, что в более поздних локациях должен быть более дорогой товар. Но там система может быть другой коэффициент. То есть условно картоха и бревна стоят 6-10 монет валюты. А в каком-нибудь там, в какой-нибудь 10-й локации, где ты уже ездишь на каком-нибудь танке или бронированном супергрузовике, там есть, не знаю, микросхемы. По-моему, в X-машине были, одним из самых дорогих, были микросхемы, а книги еще. Вот, книжки, микросхемы и сигареты. А, сигареты и, по-моему, еще бутылки пива, что ли, было. Пиво, сигареты и книги микросхемы. Но книги микросхемы стоили дороже всего. Опять же, то есть, там, допустим, продажа, точнее, стоимость книг и микросхем будет, там, не знаю, 500, например, и 1000 монет. Но коэффициент их спавна будет, там, я не знаю, 0,5 или даже 0,2. То есть, пока игрок шарится по карте, они накопятся, их накопится не такое же количество, как, допустим, картохи. То есть, пока ты в первой локации шаришься и находишь деревню, где, условно, продается картоха, да, ее там нафармится, там, 30, например, да, то есть, вот, не знаю, по картохе в 5 минут, в 2 минуты, или в минуту, по картохе в минуту, ты 30 минут по, или по 2 картохе в минуту, вот, ты что-то покопался, покопался, и вот у тебя же там на складе лежат 30 картофелин, ну, 30 упаковок, условно, а в случае с более дорогим товаром, ты пока шарился, там на складе будет лежать 10, например, всего лишь, вот, и, следовательно, они все равно будут в дефиците где-то, но как только ты их будешь продавать, они будут уменьшаться в цене, вот, ну, кажется, это же история для игрока, реализовать, реализовать сложную систему, где искусственный интеллект Рилли выкупает какой-то товар, и Рилли везет его в центральный какой-то город, довольно сложно, это прям надо сложную экономику выстраивать, и опять же, он ехал-ехал, а его, например, уничтожили, и враги еще могут забрать, но тут проблема в том, что нет уже, это же не Эй Лайф из Сталкера, где там спавнятся животные, и живут своей жизнью, пока их не убьют, условно, это, это как раз враги спавнятся исключительно относительно игрока, то есть, они не живут на карте независимо от игрока, они просто спавнятся, следовательно, вот, наверное, в этот, наверное, в этом случае и не был реализован, не были реализованы как раз караваны в игре, потому что в них не было смысла, если они были бы реализованы, то эта система должна была бы отслеживать передвижение определенной машинки, оттуда сюда, то есть, спавнить машинку, во-первых, рандомно, во-вторых, настраивать ей путь, то есть, это получается, как только игрок попадает на карту, система рандомно выбирает источник, то есть, деревню-источник, ресурс под нее, и маршрут до какого-некого центрального города, и из деревни-источника потихоньку движется, причем, это должно просчитываться параллельно, то есть, не важно, чем занят игрок, параллельно система должна учитывать, что где-то по маршруту от одной деревни до города едет машинка, но, наверное, куда проще было бы реализовать, ну, не проще, а логичнее в данном случае, то есть, в этом нету смысла, банально нету смысла, разве что, я не знаю, там, у какого-нибудь бармена можно узнать информацию, тебе расскажут, что, типа, вот по маршруту от такого-то до такого-то города следует, там, машина, грузовая машина, там, с таким количеством ресурсов, можешь напасть, а можешь не напасть, а можешь сопроводить, например, вот, тут тоже, если ты собрался сопроводить, то на тебя нападают враги, ну, они как бы нападают не на тебя, а на конвой, но на тебя, а если ты собрался ограбить, то ты, то, ну, то тогда, получается, система должна, если ты выбрал помочь, точнее, если ты выбрал напасть, что-то типа того, то система должна спавнить конвой с защитой, а если ты собрался помочь, то система должна спавнить конвой без защиты, как-то так, короче, заморочено, заморочено, Мне кажется, что проще, чтобы это был случайный ивент, как в Red Dead Redemption. Условно, ты едешь по трассе из города, например, в направлении деревни, и тебе при определенном... Так же, как спавнятся враги, тебе может заспавниться конвой. Конвои, кстати, были в X-машине, там пару конвоев. Они, правда, очень тухло... Во-первых, у них хреновые были вейпоинты, они хреново двигались по локации. Во-вторых, они скорее были просто, ну, болванчиками. У них не было какой-то физической цели. На них, кстати, можно было, по-моему, напасть, но никакой цели у них не было. Просто ехали от точки до точки. А потом, по-моему, когда доезжали до точки, они просто останавливались и стояли на месте. Больше ничего не происходило. Поэтому реализация конвоев, которые перевозят товар, типа с реалистичной системой экономики, это просто немножко... Ну, не нужно просто. Просто немножко нелогично и не нужно. Слишком много сложностей ради... Смутной... Не смутной, а как это... Сомнительной иммерсивности, которая не будет работать, скорее. Ну, тут и непонятно, что будет еще делать игрок в этом случае. Вот ты едешь по какой-то своей задаче. Видишь грузовички, которые, скажем так, френдли. Точнее, они, скорее, будут нейтральны. Они не будут френдли. Ну, хотя в X-машине есть система репутации у разных группировок. Вот. И там есть как френдли, так и нейтральные, так и... С другой стороны, я сейчас пытаюсь вспомнить. Там всего одна, по-моему, группировка становится для тебя агрессивной. То... И то... По квесту, по-моему, и с ними нельзя, по-моему, потом стать друзьями. Ну, они типа бандиты, там, бандитская группировка. Но изначально они к тебе нейтральны, по-моему. Если ты по квесту так не идешь, то они, по-моему, изначально к тебе нейтральны. Нужны никого, каравана, но и гусей не забыть добавить. Гусей. Гусей, ну, Хасанова. В общем, как-то так. Как обычно, в своих раздумьях и размышлениях я ушел куда-то очень далеко и глубоко. Но все это, не знаю, все это как-то легко укладывается в мою голову. Но я прекрасно понимаю, что проблема как раз в создании правильных... правильных уравнений, которые будут отвечать за правильность спаун и прочее. И я, конечно, очень далеко пока ушел. С момента просто размещения блоков на Газели я ушел уже в какие-то дебри экономики и прочее. Ладно, надо к новостям приходить. Вам все равно все это неинтересно, как делаются игры, как придумываются игры. Ну, надо сделать, короче. Надо сделать инвентарь. Ну, или хотя бы просто замену. Даже не совсем инвентарь, а именно замена блоков. Меня это больше волнует. То есть, условно, игрок будет заменять одну кабину, но другую. Они же у него не будут храниться все в инвентаре. То есть, храниться в инвентаре... Ну, можно, конечно, подумать над системой инвентаря, где пушки заменяются, потому что пушки можно хранить в инвентаре. По идее, они должны рандомно выпадать из врагов и попадать вам в инвентарь. И вы как бы... Некую систему, где можно мышкой из инвентаря перетащить иконку в слот, и тогда пушка размещается на газельке. Можно, наверное. Типа, ты делаешь инвентарь, типа, базу данных. А потом, типа, if... Короче, если пользователь разместил вот такую иконку вот здесь, то параметр... То в базе спавна меняется параметр такой на такой. Звучит логично. Вопрос лишь в том, где найти код, который за это отвечает и сложить его правильно. Ладно, новости. Пройдемся по новостям. Ничего интересного опять не произошло. Поэтому опять сегодня, видимо, новости будут... Две минутки. Новости за две минутки, как картоха за спавнившимся. Режиссер Форсажа 9, Джастин Линн, рассказал, что магнитный самолет, который показывали в трейлерах, придумал его сын, которому на тот момент было восемь или девять лет. Так что мальчика можно считать соавтором фильма. Не, не совсем. Так что Форсаж 9 можно считать фильмом для девятилетних. И все, как любят говорить в интернете, все ясно. Сценаристу 9 лет. Мне кажется, большинство фильмов после вот типа Форсажа, наверное, седьмого. Я уже не помню. Я недавно их пересматривал, но я уже не помню, что было в шестом. Даже нет, наверное, с пятого. С пятого, наверное, по... Да и по девятой. Это вот реально, мне кажется, сценарист это сын... сын Вина Дизеля. Они опрашивали детей в том числе своих всех, чтобы узнать, какие следующие трюки им сделать. Поэтому, да, можно было даже новость. Мне кажется, новость надо было заглавить. Не очень хорошо написали. Поэтому надо было бы новость написать, что автору фильма Форсаж 9 8 лет. А даже не не фильму, а автору трюков Форсаж 9 8 лет. Поэтому будьте... Отнеситесь с уважением. Valve подтвердила, что The International вернется в августе. Место проведения крупнейшего чемпионата по Дота 2 Стокгольм, Швеция. Неплохо. Исследователи из Intel продемонстрировали работу своей нейросети, делающей изображение и видео более фотореалистичным. В качестве примера они показали обработанный геймплей GTA 5. Обычные для таких технологий артефакты незаметные. Давайте посмотрим. Годзилла против Конга 5 лет, да? Ну а чё? На самом деле всё логично. современный развлекательный контент делается как раз для молодых, не для старых. Артефактов и галлюцинаций, которыми страдают похожие технологии, удается избежать. Тут можно посмотреть ролик. В этом моде реалии индустрия модели с кастричей наш метод павит дороги с мудрой асфальтом, увеличивает галлюцинацию карпинта и красавит солнечные хилы GTA из Калифорнии. Блин, охренеет на самом деле. На самом деле реально выглядит как жесть. но на самом деле они просто по-моему цвета поменяли или как-то так, но выглядит реально очень реалистично. слева они сравнивают с разными вариантами, а это конкретно их вариант, как у них работает. Это видос как типа галриал Мексика как я показываю в кино. просто на Google Maps ездят. Не, прикольно. Выглядит круто. Работу нейросети исследователи из Intel Labs продемонстрировали в рамках конференции Eurographics 2021, опубликовав ее подробное описание на гитхаб. Технология позволяет обрабатывать изображение и делать его менее синтетическим. Корректируя освещение и даже добавляя отдельные эффекты. В качестве примера авторы и алгоритмы провели запись геймплей с GTA 5, которую улучшили используя данные из Cityscapes, где находятся записи с автомобильных видеорегистраторов из Германии. Большинство артефактов, появляющихся на результатах работы, других похожих нейросетей в этом случае не видны. В Intel отмечают, что этого удается добиться в том числе за счет уменьшения поля зрения нейросети. Обычно ей скармливают большие сегменты изображений из оригинала, рассчитывая, что это поможет лучше определить контекст. Однако создатели данной технологии обучают сеть на небольших фрагментах из двух массивов данных, где находятся примерно одни и те же объекты. Например, кусок асфальта или небо, столб, велосипедист или прохожий. Поэтому на конечном результате нет галлюцинаций вроде деревьев в небе или логотипов Mercedes на капоте автомобиля. Однако у технологии есть и побочные эффекты, которые зависят от оригинального массива данных. К примеру, из-за особенностей CityScapes на выходе картинка приобретает зеленоватый оттенок, дороги становятся более гладкими, а высохшая трава оживает. Вот это GTA. Картинка из GTA 5 оригинальная. А это результат нейросетей. Опять же GTA. Результат из нейросетей. Я сначала подумал, что речь вообще про GTA 4. Вот эта зелено-серая палитра. Да, добавили травы. опять же картинка из GTA и картинка из нейросетей. Однако при замене датасета изменится и результат. Если обучать нейросеть на изображениях с разных камер по всему миру, то обратная картинка станет ярче, а ее разрешение выше. Вот например вот опять это GTA 5, а это на основе Mapillary Evistos, то есть на основе других кадров. Тут почти разницы нет. Хотя асфальт становится лучше, точнее более реалистичным дизайном. GTA. Но все равно круто выглядит. Оно все равно выглядит достаточно реалистично. Еще один способ заставить лагать GTA 5, так в том то в свете прикол, что это делает нейросеть. Вот реализм. Вот это опять GTA, ну а здесь разницы почти нет. Хотя все равно асфальт больше похож. Круто, может быть однажды игры будут через нейросеточку делаться и выглядеть как настоящий. прикиньте какой-нибудь Last of Us прогонят еще дополнительно через нейросети там вообще уровень реализма будет просто запредельный визуально запредельный. Артефакты все равно останутся. Хотя с другой стороны если еще нацепят нейросеть на текстуры, нацепят нейросеть на анимации и это просто будет это ну то есть считайте что вы можете сделать условную игру из болванчиков просто серые текстуры натянуть просто задать задать текстурам точнее не текстурам задать поверхностям параметра ну то есть якорь некий что вот это дорога это асфальт это дорога это бордюр это стена это там дерево это человек то есть тупо просто серые болванчики как мы в блендере делаем вот что-то такое а потом за счет специальной системы нейросетей сверху на персонажей накладывается текстуры одежды реалистичные лицо и анимация лица делаются реалистичным за счет нейросетей то есть они когда разговаривают то есть там единственное ты делаешь анимацию только точнее даже ты не делаешь ты добавляешь систему липсинка и все которая тоже за счет нейросетей считывает текст озвученный и двигает губами ну и мышцами опять же через нейросеточку какая бы эмоция ну то есть это все уже почти почти все уже есть в нейросетях анимация лица через нейросети липсинг через нейросети анимации через нейросети графика через нейросети окружение через нейросети просто нейросетевая игра нейросеть не умеет в дизайн нужно несколько нейросетей запускать Нет, дизайнишь ты, я же говорю, ты делаешь болванчика просто, ты делаешь манекен человечков, ты делаешь манекен уровня, тебе не надо его прорабатывать очень сложно, то есть ты можешь просто сделать куб и назначить его, это дом, условно, это дом, и ты просто теги ставишь, и все, то есть ты якори для нейросети ставишь, что это там дом, синий, городской дизайн, например, и все. И все, и когда дальше накладывается нейросеть, и она накладывает уже вот текстуры непосредственно реалистичные, круто же. Вместо графических ядер в видеокартах у нас будут нейросетевые ядра для нейроночки, то есть все эти вот куды и прочие, все джипу ядра заменятся на нейронные ядра, потому что джипу больше не надо будет обрабатывать, надо будет обрабатывать нейронку непосредственно, графику не надо будет обрабатывать, это все не надо будет обрабатывать. Такое только инди-разработчикам поможет? Да не, почему? Если много сканить текстур, игра будет много весить, терабайт или больше. В смысле, нейронка это будет делать, при чем здесь? Ты не загружаешь текстуры, ты этого не делаешь, это делает нейронка. В том числе и дело, что разработчик не делает все это, это все делает нейронка. Ну, понятное дело, что это все наложит ресурсы скорее на нейронку, но все равно же. Не знаю, звучит круто. Microsoft дала подписчикам программы Xbox Insider в США возможность зарезервировать Xbox Series. Правда, свой слот получат далеко не все. Вероятно, таким образом компания пытается бороться с перекупщиками. Довольно неплохой вариант. Ты регистрируешься в Xbox Insider и встаешь там в очередь на покупку консоли. Почему бы и нет? Испанскому пенсионеру удалось разблокировать смартфон с помощью пальца, потерянного в результате несчастного случая. Таким образом, он обошел защиту емкостного датчика, что ранее считалось маловероятным. Проверил лайфхак, как говорится, на себе. Какой ценой? Ценой отрезанного пальца. В общем, испанцу удалось разблокировать смартфон. Давайте почитаем, может там какая-то закралась. Какая? Итан. Итан. Американцу удалось разблокировать айфон отрубленной рукой. А потом пришить ее обратно. Согласно отчету издания The Register о пользователе Samsung Galaxy A20. А, ну понятно, это он Samsung взломал. Ну понятно, там можно, мне кажется, Samsung-то можно чем угодно взломать. Хоть пальцем, хоть членом, хоть носом. Потерявший кончик... Так вот, пользователь Samsung A20 в Испании... Причем это A20, это даже не S-ка. А потерявший кончик пальца в результате несчастного случая на производстве смог использовать его для аутентификации личности и получения доступа к устройству. В конце апреля 2021 года пенсионер Киран Хиггис подрабатывал аудитором и в результате аварии с подъемным краном потерял кончик указательного пальца. После операции он решил сохранить его на случай страховых претензий. Такой, вот мой кончик пальца. И поместил его в банку со спиртом. Затем уже из практического интереса пенсионер попробовал разблокировать его с помощью смартфона. Я просто... Как он? Просто полез в банку со спиртом за своим кончиком пальца. Ну-ка попробую-ка я разблокировать. Я извлек кончик пальца из медицинского спирта, высушил его и Эврика смог зарегистрировать на своем телефоне. Сообщается, что... Нет, стоп, он смог зарегистрировать палец на своем телефоне, он не смог его разблокировать. Ну тут просто новость соткана из всего неправильного. Сообщается, что испанец неоднократно продемонстрировал процесс репортерам по видеосвязи. Ему удавалось не только разблокировать смартфон, но и заново регистрировать отпечаток. Данный случай поднимает вопрос о безопасности подобных методов аудификации. Научный портал LifeScience еще в 2018 году заявил, что устройство со сканерами отпечатков пальцев требует обязательной электропроводности. Это зависит от экрана. Ну то есть, не у всех, не везде так работает. Ну и опять же, почему палец не может являться... Он же держал палец в руках, возможно он и был электропроводящим. В Samsung Galaxy A20 действительно используется емкостный датчик, который обнаруживает слабый электрический сигнал и рельеф на коже человеческого пальца. Такая технология впервые появилась на телефонах в 2004 году, однако получила широкое распространение лишь в 2013, после выхода iPhone 5s от Apple. Иногда для аудификации используется специальный ультразвуковой датчик, который обнаруживает палец с помощью звуковых волн, но он установлен лишь в смартфонах премиум класса. Остается загадкой, откуда в данном случае появился электрический сигнал, необходимый для активации датчика. Samsung никак не прокомментировала ситуацию. Да потому что все дело в телефоне, а не пальцы. Вот и все. И датчики, которые используют. Используем какой-то дешевый. Это та же самая история, когда Face ID, но только не айфоновский, а у других, мог срабатывать даже не на твоем лице. Пусть отрубит свой палец и попробует то же самое прокрутить с тем же айфоном каким-нибудь премиумным, там 11 или 12. Посмотрим, как у него это получится. Хотя нет, у айфонов же нету датчика, по-моему, ни у 11, ни у 12, нету пальца, там только Face ID. Ну пусть попробует на каких-то последних моделях, где палец еще используется, то же самое провернуть. Я сомневаюсь, что у него получится. Потому что последний раз, когда кто-то пытался нечто подобное сделать, он использовал там какие-то хитро выдуманные системы с салфеткой мокрой, что-то такое. В общем, очень геморройно. То есть вообще можно же, можно датчик обмануть, но для этого тебе понадобится очень сложная механика. То есть ты не сможешь просто вот, просто взять и на улице обмануть датчик айфона. Тебе придется по геморройности, чтобы украсть, сначала украсть телефон, отключить в нем найти айфон, а потом еще замутить какие-то сложные схемы с какой-то там мокрой салфеткой, по-моему, чтобы все это сработало. Весь спирт выпил и дальше думал, что с пальцем делать, да. На айфоне даже пальцев нет. Ну да, сейчас, кстати, нет. На айфоне же тоже чужим лицом разблокировали. Я не помню. Я помню, по-моему, там близнецов пытались. Какая-то камера то ли разблокировала, то ли не разблокировала близнецов. Короче, что-то такое. Надо реверс инжиниринг, отрубленный айфон, приложить к пальцу. Ну нет, здесь такое себе. Я-то думал, он разблокировал свой айфон своим отрубленным пальцем. Ну да, свой айфон своим же отрубленным пальцем. Прям сразу. Оказалось, что, во-первых, у него Samsung A20. Это не самая передовая модель. То есть это не флагманская вообще. Даже не то, что линейки новые, не новые. Это А. А это дешевые модельки. Это то же самое, что сказать, что, не знаю, сенсор на каком-нибудь Xiaomi за 12 тысяч рублей неправильно палец определил. Логично, потому что там сенсор, скорее всего, бомжовенький поставлен. А в передовых телефонах за 1060, 1070 или 1080 в них уже более навороченный сенсор. А20 как А10, только А20. Да. Это во-первых. Во-вторых, он этот палец в итоге достал из банки и, ну, как бы, сделал новый отпечаток. Насколько я знаю, вы, по-моему, можете, ну, сделать отпечаток носа, например. Мочки уха, носа собаки, пальца ноги. Ну, то есть там, в принципе, посрать. Вот. Этому датчику посрать, что вы прикладываете. Хоть жопу к нему приложить. Ну, жопа, наверное, не получится, потому что в том числе они считывают... Картину, то есть вот размещение этих дорожек на пальце они тоже частично считывают. Поэтому, если вы приложите жопу, то, ну, не знаю, там разве что прыщи ваши можно как-то считать. И то, умеет ли датчик считывать прыщи на жопе, чтобы потом по ним разблокировать свой телефон. Скорее всего, он, ну, скорее всего, не заработает. Прическа пальца, да. В общем, кругом... Недоговоренности. Недоговорили... Везде недоговорили моменты, поэтому новость сначала звучала интересно, а потом оказалось, что такая себе. Remedy опубликовала отчет за первый квартал этого года, рассказав о росте выручки в ближайших планах. Почти всех разработчиков Control уже перевели... Перевели... В третий класс. Некоторые остались на второй год, во втором, но так уже всех перевели в третий. Уже почти всех разработчиков Control перевели на другие проекты, а следующую ААА-игру готовится запускать в полноценное производство. Только готовится... Ее уже выпускать пора, а вы только готовитесь в производство запускать. Что-то долго вы, Remedy. Чем вы занимались-то все это время? Непонятные. Итак, выручка компании выросла на 3,4% по сравнению с началом 2020 года и достигла 8,1 миллиона евро. Операционная прибыль при этом упала с миллиона евро до 851 тысячи. Это примерно 10,5% от общей выручки. Кроме того, в начале года Remedy привлекла инвестиции в размере 41,5 миллиона евро. Все средства пойдут на выполнение стратегии на ближайшие годы и осуществление амбициозных долгосрочных планов на рост. Студии довольны показателями NextGen-версии Control и отзывами игроков и журналистов. Руководители уверены, что за последнее время бренд стал более узнаваемым, в том числе за счет расширения аудитории с появлением игры в сервисах вроде Xbox Game Pass и PS Plus. Практически все разработчики Control уже переключились на другие проекты, включая некую новую игру, находящуюся на самом раннем этапе. Работа над сюжетной компанией Crossfire X практически завершена. Релиз состоится до конца 2021 года. Следующая ААА-игру Remedy собираются запустить в полноценное производство уже в ближайшее время. Работа над тростепенным, менее масштабным проектом продолжается по плану. Производство уже запущено. Команда, которая занимается условно-бесплатной кооперативной игрой Vanguard, уже остановилась на центральных элементах геймплея. Ее внутреннее тестирование продолжается. Закрытое тестирование за пределами студии переходит в следующую фазу. К марту 2021 года количество сотрудников в штате компании выросло до 281. Прогнозы Remedy на ближайшее будущее никак не изменились. А во второй половине текущего года ожидается рост прибыли и выручки, судя по всему, в связи с релизом Crossfire X. В общем, у Remedy не то, чтобы все прям хорошо, но нормально, терпимо. По данным Bloomberg, правительство США и Xiaomi достигли соглашения о снятии финансовых ограничений. Под санкциями до сих пор остаются другие технологические компании из Китая, такие как Huawei, Tencent и ByteDance. В общем, Xiaomi больше не под... Ну, точнее, они все еще под ограничениями, но они достигли соглашения и скоро ограничения снимут. Эльзибор Бекмамбетов заявил, что все еще хочет снять Сумеречный дозор, но это должен быть фильм в формате Screen Life, где все действия развернется на экранах ПК и смартфонов. И кому тогда такое вообще нужно? А ведь ночному и дневному дозору скоро исполнится по 20 лет. Прикиньте. Ну, звучит как бред. Ответа на вопрос нет. И я почти состарился. Держусь из последних сил. Что-то там... Что-то там еще. Какой-то там еще был панч песни Децла. Я хочу найти сама себя. Я хочу разобраться в чем дело. Помоги мне. Помоги мне. Я хочу, чтобы Тимур Бекмамбетов перестал снимать хрень. Ну, точнее, не перестал снимать хрень, а не стал снимать вот это. Почему просто не снять Сумеречный дозор? В чем проблема-то? Зачем тебе какой-то Screen Life? Дозор уже в момент выхода был устаревшим. Да не, дозор был нормальным. Не надо тут. Он был слишком... С ним было слишком много рекламы. Это да. А так он был вполне нормальным. Хотя его окончание я уже почти не помню. Я вообще ни черта не помню из этого фильма, кроме разлетающегося шарика на кусочки. И исполнителя главного ролика, главной роли, которого я тоже уже не помню. Хая Хабьенского. Вы хотите снимать на свой новый айфон, чтобы похвастаться? В общем, странная история. В российском PS Store поднялась стоимость отдельных игр SEGA. Так, Якут за кивами подорожала сразу на 2000 рублей. А цена Persona 5 Ultimate Edition достигла 7000 рублей. SEGA не щадит российских игроков. Persona 5 подросла с 3300 рублей до 4300 рублей. Persona 5 Ultimate выросла до 7129 рублей. Valkyrie Revolution с 1199 рублей до 1429 рублей. И Якут за кивами с 1429 до 3579 рублей. Согласно PS Prices, стоимость Якут за кивами выросла 10 мая 2021 года. А Valkyrie Revolution и обоих изданий Persona 5 12 мая. Valkyrie Revolution при этом можно было забрать в PS Store бесплатно. Свободный доступ к игре и всем ее дополнениям открылся 11 мая, судя по всему по ошибке. Якут за кивами, похоже, выросла в цене и в европейском PS Store с 20 до 50 евро. Так что это не только в России такая проблема. В американской версии онлайн-магазина игра по-прежнему стоит 20 долларов. В российском PS Store ранее подорожало ряд других игр. Так поднялась цена на Predator Hunting Grounds. В общем, SEGA не щадит никого. Якут за кишами. Ранее уже было... А, это про Remedy я уже вам рассказал. Кинематографический трейлер Total War Warhammer 3. Теперь в качестве. 30-часовая презентация от фанатов Warhammer выйдет в этом году для ПК, Steam и EGS. Завтра разработчики покажут геймплей игры. Ну, то есть сегодня, по идее, они должны были показать геймплей. Но пока есть только кинематографический трейлер. Не знаю, зачем он вам нужен. Мне кажется, что в случае с Warhammer'ом надо именно геймплей показывать. Хотя, с другой стороны, ну... Этот... Blizzard же показывает свои мультики. Почему бы по Warhammer'у мультик не посмотреть? Почти три минуты мультика по Warhammer'. Warhammer'ер? Ну, тут какая-то женщина с медведем. Это русские? Половцы... Половцы или печенеги? ты реально какие-то прям слове они они типа викинги они-то так славянам викинги собирательный образ у нас и у нас лосс и фонта ваш не шаг вархаммере но в этом вархаммере точно не шарю но типа в олдовом вархаммере не шарит 40 тысяч тоже не то чтобы шаре но там не хочу понять пришли славяне служащий хаосом не там изначально вроде были нормальные славяне но здесь реально какая-то стилистика почему-то такая странно там он были лошади с этими с крыльями как у польских по-моему армии где варвар будет через 40 тысяч лет тут пока нету варпа не странная фэнтезийная но она как но она не фэнтезийная как будто понятно что у нас отголосками современной истории но все равно чем именем ролик назван типа славянин перешедший на сторону хаоса тот который рассказывает но я видел там в начале он такой типа на руки смотрит у него там хаос хаос в ладошках но забавно забавно вархаммер для меня всегда ассоциировался с еретиками и космодесантниками а фэнтезийные ну хз ну для всех по-разному но я тоже больше люблю конечно космос поэтому мне еретика и еретики и космодесантники ближе но тут тоже видишь вот хаос славяне глава внутренних студий сони герман хульст заявил что в разработке у них уже находится 25 игр для playstation 5 чуть меньше половины из них по новым айпи а создатели ки она судя по всему готовится к производству своей следующей игры то есть они уже все уже ими же еще до релиза еще двести лет ну а короче глава playstation он видимо покурил то же самое что и фил спенсер или не за не затусили вместе потому что глава playstation studios начала говорить словами фил спенсера что вот в моей верт в моей вселенной у нас уже там мы уже 25 игр сделано уже playstation 6 выпускаем нам на новых чипах у нас уже ssd у нас там просто и я я если бы я мог показать вам свой разум вы бы поняли что playstation ждет успех вот мне кажется они сейчас вместе где-то в одной вот были же у нас новости где фил спенсер говорил что он уже играет на новой консоли xbox еще до выхода xbox а вот мне кажется что глава playstation studios это вот та же история что у нас уже 25 игр просто игры везде игры я захожу в студию отсюда игра оттуда игра здесь выпрыгивает игра тут игра столько игр вы просто не поверите сколько у нас игр мы просто делаем игры мы печатаем игры лучшие игры 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 вот так вот и в с пеной у рта падает на пол но это официальная пресс-конференция была где глава playstation в итоге упал на пол с пеной во рту и пресса разошлась по домам я в своем сознании настолько я в своих играх настолько преисполнился в общем количество тайтлов находящихся в разработке для некст-ген консоли глава sony entertainment entertainment world wide studios герман хульс назвал разговоре сварит для материала посвященного первым шести месяцем после старта продаж ps5 он не уточнил входит ли в их число проекты студии партнеров playstation studios вроде хаван основанный джейд рэймон а многие из них пока что наверняка на ранних стадиях разработки по словам хульста в линейке будут как большие релизы так и блокбастер и triple и класса а как небольшие релизы так и блокбастер и triple и класса разнообразие будет огромным тем более что сами разработчики из разных регионов и что поэтому они не делают все вместе шутеры они из разных регионов поэтому они делают разные игры это крупные игры маленькие из самых разных жанров где-то было песня что ли то а нет по моему это было по моему цитата романа было когда мы по моему в стрип клуб заходим в gta 4 и он нам говорит что-то типа small titties big titties что-то такое вот я читаю это у вас будут маленькие игры большие игры чёрные игры белые игры трансгендерные игры любые игры у нас будут игры про людей у нас будут игры про эльфов про орков про машины и про самолеты любые игры на любой вкус приходите покупайте от заката до рассвета я просто не помню откуда но я запомнил только вот эту фразу где small titties объектитесь и какое-то еще там перечисление было да это в первой миссии роман про сиськи говорят вот я запомнил по моему это роман все же было не от заката до рассвета в текст варит вошла и другая информация работе playstation и партнеров а также о грядущих релизах от sony horizon forbidden west все еще планирует выпустить до конца 21 как на ps5 так и на ps4 студия эмбер лап создателя кена bridge of spirits рассматривает создание ps5 версии своей дебютной игры как подготовку к своему следующему проекту судя по всему его изначально будут делать для next gen консоли условиях карантина и удаленной работы большинство внутренних студий sony занимаются play play тестами через облачную инфраструктуру сервиса ps now архитектура ps5 mark церния архитектор ps5 mark церния удивлен что разработчики имплементируют трассировку лучей в свои первые релизы на консоли по его словам он рассчитывал увидеть полноценный ретрейсинг в тайтлах второй или третьей волны коронавируса глава playstation джим райн снова подтвердил что sony будет увеличивать объемы производства ps5 летом 21 и в течение второй половины года он надеется что ситуация вернется в относительно нормальное состояние в плане баланса спроса и предложений такие вот фантазии фантазии главы внутренних студий sony германа хольст регионы поделены по жанрам кстати в этом есть какая-то да мысль типа g rpg в азии делаются в америке шутеры экшены в европе rpg стратегии много инди в россии три в ряд так что в целом да в целом да так то можно разделить по жанрам сразу несколько источников сообщил о том что создатели супер марио одиссе работают над игрой серии донки конг по словам инсайдеров по словам инсайдеров в ней появятся кремлинги кто простите кто кто как как кремлинги навальнинги лдп эрнинги и белодомники госдепники в общем в ней появятся кремлинги крэнги крэнги и диди конг кто все эти люди Кремлинги, Кренки И Дилда Конги Анонс состоится на Е3 А выход до конца 2021 года Окей, ждем кремлингов 18 рублей получать Ленгит Все совпадения с реальностью Случайны А, это уже, эта новость уже была Глава Amazon Studios Объяснила рекордный бюджет первого сезона Властелина Колец с вложением в инфраструктуру Всего сериала Чтобы такая ставка окупилась у шоу Должна быть гигантская аудитория Но в этом компания не сомневается Удачи На самом деле все деньги пошли На выковку Девяти колец И одного кольца Всевластия Каждый делает кому Что больше предрасположен В Азии помешаны на гринде Так что в Корее и Китае куча ему модра чилин Да В Digital Foundry остались разочарованы ПК-версии Resident Evil Village Отметив неудобную навигацию в меню Низкое качество сглаживаний И не лучшую реализацию ретрейсинга Хотя ситуацию вполне можно исправить В будущих патчах Ну-ка подсчитаем Чем там разочарованы В Digital Foundry Разочаровашки Разочарованы В Digital Foundry Разочарованы ПК-версии Resident Evil Village Потому что В ней слишком мало Димитрески Алекс Баталия Из технического подразделения Еврогеймер протестировал ПК-версию Хоррора И остался разочарован Его качеством В том числе Странными дизайнерскими решениями И производительностью Мы выбрали главный Из разбора Главное меню И раздел настроек Баталия назвал Одновременно Прекрасным И неудобным В игре присутствует Множество различных опций Которые показывают Как тот или иной параметр Отразится на производительности И какой объем Видеопамяти понадобится Тем не менее Менять значение настроек В этих меню Можно только с помощью Колесика мыши Что крайне неудобно А для возвращения В предыдущее меню Нужно использовать Правую кнопку мыши Вместо клавиши Escape Ну да, кстати Интерфейс кнопочный Там очень странный Типа расстановка кнопок Действительно Очень странная Обозревателю Не понравилось Применение технологии AMD FidelityFX И VRS Которая используется В игре При активации этих функций VRS изображение Теряет в деталях Что заметно Даже без увеличения масштаба И в целом Не показывает Ожидаемых результатов Шейдинг Оф Шейдинг Тут вообще разницы Как будто нет на картинке Баталья отметила Что реализация Ретрейсинга Вилледж Намного качественнее Но далеко Далека От идеала Даже при максимальных Опциях RT Отражение в игре Рендерится в четверть От используемого Разрешения экрана А небольшое количество лучей Создает эффект Зернистости Который негативно Сказывается на картинке Кроме того В игре нет возможности Настроить фов Поле зрения А стандартное значение Слишком низкое Оно может быть комфортным Если играть На определенном расстоянии От большого экрана Но совершенно не подходит Если сидеть вблизи От монитора Согласен Кстати Мне фова не хватало Также в Digital Foundry Остались недовольны Качеством сглаживания Которое в ПК-версии Оказалось заметно ниже Чем на Xbox Series X Ха ПК-шники соснули Консольная версия С шахматным рендерингом До 4К Выглядит лучше Нежели нативная 4К на ПК Не сиди вблизи Из плюсов Баталия выделил тот факт Что игру можно настроить С оптимальным соотношением Производительности и качества Снижение качества Объемного освещения До низкого Значительно увеличит ФПС И практически не повлияет На общее восприятие Изображения И красоту картинки Однако Одной из самых Полезных настроек В ДФ Назвали Кэширование теней Ее активация Добавляет 35% К производительности На примере GeForce RTX 2060 35 FPS Shadow Cache Off 48 FPS Shadow Cache On А картинка Почти не отличается Обозреватель Советует Остановиться На среднем качестве Ретрейсинга Хотя при наличии Хорошего ПК Можно выбрать и высокое Производительность В этом случае Упадет примерно На 9% Выбор остальных Настроек Зависит от конфигурации ПК И их влияние На производительность Может разниться Несмотря на то Что Resident Evil 8 Можно оптимизировать На свое усмотрение И получить комфортную Частоту кадров У игры все равно Есть определенные Проблемы с производительностью В качестве примера Баталия привел момент С падением FPS В В Исчезновение Дочери Леди Димитреско В рои мух А также фризы Во время убийства Противников Кроме того Баталия отметил Что у ПК-версии Виллдж Есть все признаки Хорошего порта Но игра Требует Нескольких патчей В частности Для более комфортной Навигации в меню Настроек и качества Функции FidelityFX И исправления Неописанных проблем С производительностью Ну в целом Я с ним В чем-то согласен В чем-то не согласен Играть можно На 3070 Играть можно Хотя В некоторых местах Особенно На открытых локациях С солнцем Игра начинает Дичайше Проседать Просто И ты выключаешь RTX И картинка не меняется А просадки Уходят Вообще В никуда FPS вырастает До небес FPS до небес Маркус Персон Также известный Как Ночь Создал Майнкрафт А сейчас Делает что-то еще Подробности О его новой игре Ноль Но это Вряд ли Но это все равно Вряд ли О чем О чем вы думаете Создатель Майнкрафт Работает над новой игрой И ему все равно Что вы от нее ждете Ну там Там есть еще одна цитата На самом деле Его Понятное дело Что ему все равно Что вы от нее ждете Но вы ждите все равно Так не проблема RTX Проблема Не проблема игры Проблема RTX Проблема реализации RTX Это зависит от того Как ты реализуешь Эти RTX Нормально реализуешь Нормально будет Нормально делай Нормально будет Поэтому это как раз Проблема использования RTX в игре А не проблема RTX RTX-то нормально работает Опять же В некоторых зонах Он работает нормально В некоторых зонах он вызывает припадок компьютера маркус персон также известны как ночь создал майнкрафт и сейчас на это я уже прочитал персон так и написал в твиттере я гарантирую это не то о чем вы думаете и добавил что игра частично навеяно другим проектом авторы которого могут воспользоваться его идеи если пожелают но ответа от них он пока не получил а посему продолжает работу в прежнем виде честное предупреждение ваши ожидания полностью зависят от вас я делаю это для себя и очень этому рад но я не обещаю но я не обращаю внимание на то что вы хотите черт возьми я даже не знаю кто вы напомним к майнкрафт разработчик отношений уже давно не имеет в четырнадцатом году майнкрафт купила его студию маджанг microsoft господи microsoft купила его студию маджанг которую он покинул вскоре после сделки спустя время персон впал в немилость к мелко мягким из-за своих антипрогрессивных высказываний не считал женщин трансов женщинами и поэтому его имя убрали из майнкрафт а самого разработчика не пригласили на юбилей игры очень очень нехорошо поступают все люди если запустить демку nvidia на rtx она вообще в 720p работает полный rtx будет только в 480 490 и как это вообще связано с марта причем здесь резидент и его я понятно чем логика типа это как сказать если попытаться вспахать поле на ламборгини диабло то у тебя ничего не получится а вот если ты это сделаешь на тракторе то у тебя все получится что потому что такая демка ну алё это же вы зависит от реализации то как сделали они то как сама технология работает то как ты интегрируешь технологию от этого будет зависеть если нормально нормально сделаешь нормально будет все один единственный ответ разработчики resident evil не очень хорошо бы сделали сделали лучи в своей игре поэтому в некоторых эпизодах а нола гаят а в некоторых эпизодах она работает нормально вот и все вот весь ответ резинг отлично работает без лучей потому что хреново реализовали если бы нормально все реализовали, нормально бы все работало. Вот и все. Вот так будут выглядеть Джон МакКлейн и Рэмбо Варзоун, которых добавят в магазин 20 мая. Страшно представить, как будет выглядеть Шварценеггер из Коммандос, про которого тоже ходят слухи. Вот, есть. На самом деле, мне нравится МакКлейн. Его лицо, вот это такое непонимающее, сомневающееся, оно хорошо, эта взъерошенная прическа хорошо отражает персонажа. А вот грустный Сталлоне мне не очень нравится. Такой просто. Ну, то есть он Сталлоне не выглядит, знаете, вот агрессивным каким-то. Он выглядит грустным просто. Просто грустный Сталлоне. Сед Сталлоне. Причем еще у него рука такая, если посмотреть, она как будто худая. То есть такое ощущение, что это тело какого-то худого чувака, которому приделали лицо Сталлоне. И это выглядит еще страннее. Потому что Сталлоне, он же крупный даже в Рэмбо. Он такой, типа, нормальный, поджарый. А тут он как-то... Ну, не знаю. Видно, что это не скриншоты даже, это фотография с монитора. Поэтому у них, естественно, несколько искажены пропорции. В том числе я обращу внимание, что у МакКлейна какая-то невероятно длинная шея. Как-то очень странно, неестественно вытянутая такая. После войны грустный. Ну, он... Ну, блин, он... У него такая более драматическая, что ли, лицо было. Тут у него просто грустный. Сдули руки, да. Стив Роджерс до сыворотки. Во-во-во-во-во-во. Да-да-да-да. Что-то такое. Что-то такое. Мне тоже напоминает Капитана Америка, когда он еще не стал Капитаном Америкой. Типа, голова нормальная, а тело какое-то худое. Ну, надо ждать официального анонса. Там будет видно, как вообще сделана его модель. Потому что, опять же, здесь пропорции искажены исключительно потому, что это сфотографировано с телефона, с экрана. Работает хорошо только в доме, на улице ОФК не тянут карты. Нет. Опять же, нет. Ну, блин, ну, я не знаю, но это как спорить с человеком, который... Такое ощущение, и я, конечно, не могу точно говорить, но ощущение, что ты просто не играл и не знаешь, о чем речь идет. То есть я сказал две фразы, и ты за них зацепился, и все. И пытаешься на этой двух фразах построить аналитику. Но, как бы, я был в разных локалах, в открытых, в закрытых и прочее. Она везде работает по-разному. В некоторых локациях, где есть отражения, они работают нормально и ничего не лагает. В некоторых локациях, где отражений минимум, но достаточно большое количество источников света, оно начинает проседать. В некоторых местах открытого мира оно работает нормально, есть и отражения, и тени, и свет нормально работает. В некоторых локациях, где все то же самое, оно начинает работать плохо. это зависит от того как разработчик работает с технологией это же работает не так что ты просто патч поставил себе rtx и все тебе надо в том числе будучи разработчиком все эти вещи прорабатывать там по мы только сделали сделали с так работали то не факт простой пример пожалуйста есть метро pk n heinz edition in chains edition вот тебе пожалуйста взяли навалили проработали навалили ртx все работает отражение работает тени работает свет работает fps не проседает большие локации большие локации маленькие локации неважно все работает вопрос том как ты будешь работать с технологией с тем же успехом с тем же успехом ты можешь засрать даже не ртx ты можешь засрать загрузку локаций ты можешь заказать загрузку текстур ты можешь засрать свет собственно то есть сам по себе это можешь засрать просто потому что ты плохо над ним поработал в игре это как бы не сложно даже без ртx засрать свою игру несложно будет лагать хотя она будет выглядеть так себе но невероятно сильно лагать потому что ты где-то ну накосячил не знаю какие-нибудь лоды неправильно прогружаются лишь что или слишком большое количество объектов так что реализации все зависит от реализации вот именно что странно что в игре не очень много отражений и не очень много работы с ртx но при этом игра умудряется в некоторых локациях просто дико уходить вниз просто в на дно падает по fps не то что ты потерял 2-3 fps а у тебя просто с 60 плюс fps этом не знаю 80 90 fps of с герцовкой 144 а вот его ты заходишь в определенную вот вы прям в определенную территорию заходишь и у тебя падает до 20 до 15 просто и выходишь из этой территории и у тебя опять все по все нормально иногда у меня кстати был один момент когда у меня упал fps на в одной из локаций вот прям вот так вот на дно а потом спустя по минуту он вернулся в нормальное значение есть такое ощущение что что-то загрузила систему а потом но это все потом нормально вгрузилась и и стала нормально работать поэтому вопрос в реализации тут чаще всего вопроса нельзя просто просто включить rtx такой включим или не включим давайте просто включим rtx такая галочка в движке там в unreal engine 4 такую галочку поставил все теперь у нас есть rtx так что а в случае с системой smart был с вот это который демка который они выпустили там чистокровный rtx то есть там все лучи отражение тени работают за счет этой системы то есть это по сути разблокированная это полностью разблокированная то есть все сделано на лучах и понятное дело что она дико лагает даже на 3090 это эта история как в свое время история с кризисом когда играла галобы залагает на любой системе если ты включаешь максима скажем так то что максимальные а разблокированные разблокированные настройки то есть нет вообще никакого ограничения и из-за этого естественно максимальная нагрузка есть а ты будешь использовать лучи в игре так то залагает любая игра понятное дело что маленькая демка даже залагает потому что тут все бесконтрольно безлимитно работает на системе лучей а система лучей это довольно естественно сложная точнее ресурсоемкая система но ее можно использовать частично вот ее можно использовать там не за на 10 процентов на 15 процентов на 20 на 50 процентов ты можешь реализовать часть освещения через запекание часть освещения через лучи в том числе чтобы как раз не перегружать систему все прекрасно понимают что если дать чистый rtx чистую систему лучей чистый рт то конечно лагать будет вообще любая игра группа ветеранов ну это эта история с бенчмарками вот бенчмарки типа 3d марку он как называется он он использует как раз безлимитную систему чтобы протестировать точнее безлимитный бенчмарк чтобы протестировать способность твоей системы и на по-моему на любой системе 3d max будет скажем так 3 3d mark он называется будет лагать потому что это его задача его задача выгрузить нагрузить твою систему твою видеокарту твой gpu cpu в максимум чтобы посмотреть на что она способна группа ветеранов blizzard и epic games основала студию lightforge games в дебютной игре авторы намерены смешать элементы из майнкрафта или roblox с настольными rpg чтобы смиру сформировать новый способ игры в ролевые игры но звучит интересно майнкрафт прикиньте правда непонятно майнкрафт а ну да майнкрафт плюс rpg звучит интересно но кстати подобная модификация для майнкрафта уже по он существует российские кино сети формула кино cinema парк кино макс и коро будут убирать ближайшие фильмы warner brothers и universal из расписания после двух недель проката причиной стали разногласия в разделении сборов а что за что они там не поделили денежки не поделили ну-ка давайте узнаем давайте-ка узнаем как сообщает коммерсант дистрибьютора universal pictures international не удалось согласовать условия проката фильмов с перечисленными российскими кино сетями проблема возникла в с разделение сборов согласно обычным условиям в первые две недели дистрибьютор забирает 50 процентов кассы а после них 40 45 universal pictures international хотела оставить себе 50 процентов сборов и после первых двух уикендов владельцы сетей были против отмечается что кино сети сняли годзиллу против конга и mortal kombat с расписания спустя ровно две недели после старта проката и теперь подобные подобное может произойти с девятым форсажем в конце мая коммерсант пишет что кино сети боялись изменения условий после того как дистрибьютор universal pictures international стал партнером warner brothers в россии и заметно расширил свой пакет кинолент ближайшее время warner brothers выпустит космический джем новое поколение отряд самоубийц и дюну эти и другие фильмы выйдут в кинотеатрах и в стриминговых сервисах hbo max в общем дистрибьютор кино точнее и из создателей кино киностудии захотели больше денег после проката а прокатчики не согласились на этом так что диаблоид же кубики не надо бросать все стример показал что тут альфа самец что да причем здесь господи это дело же не сына не в этом было ладно и это вроде все новости которые я для вас под готовил да да давайте пройдемся по свежим новостям самым свежим новостям которые произошли в ближайшие шесть недель в borderlands 3 пройдет 6 мини событий а игроков ждут награда в виде легендарных предметов из базовой игры и дополнений при этом сразу после окончания мини событий в игру вернется сезонная ревенч of a revenge of the cartels но банкерс а ее интерактив объявила о важном пополнении в своем составе в ай оу интерактив пришел дизайнер геймплея cyberpunk 2077 и вернулся геймдиректор hitman blood money разработчики то прям хорошо так укрепляются xiaomi выпустит игровой ноутбук geforce rtx 3050 ti только стоить он будет как любой другой скорее всего ноутбук с rtx 3050 ti но это круто это круто посмотрим даже мне стало я бы даже я даже попробовал бы зайти в эту новость которая просто у меня не загрузится скорее всего еще не буду постоянно перезагружаться чисто чтобы цену посмотреть ну да не получится не ну может быть у кого-то еще будет эту новость и мы сможем прочитать про ветеранов и epic games и blizzard я уже рассказывал журнал variety рассказала о больших перестановках в дисней концу года корпорацию покинет не только генеральный гендиректор боб айгер но и творческий директор алан хорн хорни источники утверждают что их преемники более прагматичны и запуск новых франшиз заботят их не так сильно переусложнение структуры и уход творческого директора после девяти лет работы интересно что станет дисней не уже неужели они покатятся вниз после своих после своего захвата всего рынка что в этом ноуте от xiaomi экран производства от силами на humble bundle появился новый набор деньги с продаж которого пойдут в благотворительной организации борющийся с коронавирусом всего за полторы тысячи рублей можно купить игры книги и комиксы ценой в 657 баксов набор в набор входит bioshock ремастер евротрак симулятор 2 this war of mine the witness и не только всего полтора тысячи рублей а первые 28 минут из пока версии days gone ну я не буду их смотреть сорян 28 минут почему не могли не знаю пять минут три минуты разработчики resident evil village явно вдохновлялись восточноевропейской культурой готичной замке стригой славянская вышивка вместо вместе с доктором наук разобрались почему в игре так много ковров а также почему из нее нужно убрать сушеный перец забавно блин мне даже захотелось узнать несмотря то что тут метка промо мне захотелось узнать почему сушеный перец то надо убрать что не так материал при подготовлен при поддержке капком вполне возможно это ну это уинтерс попал в какую-то выдуманную страну гранича с той же заковий вместе с экспертом мы предложили так например главного героя постоянно приходится использовать местную валюту лей ее называют созвучно с румынским леем именно ею и приходится расплачиваться за снаряжение еще одна ниточка фамилия альсины димитреску типичная румынская дворец вампирши скорее всего создан под вдохновением от замка пелишь и а его окрестности напоминает городок синая и горы бучеджи бучеджи с последними к слову связано множество легенд и мифов да и у местных бучеджи имеют ритуальные мистические ритуально мистический характер замок димитреску хоть и похож на пелишь но больше но более мрачный больше в духе владений графа дракулы хотя на самом деле замок принадлежавший прототипу дракулы владу третьему цепишу тоже не так мрачен замок пелишь выглядит вот так дурят не замок какой-то вообще-то разве замок херня какая-то у нас у нас в подмосковье такие богачи строят разве-то замок точнее даже не так у нас подмосковье богачи покруче строят они до замком называют ты к последнему слова электричество у меня волнуют и перчики перчики а вот внутренний дизайн похож на пелишь вот так вот внутри замок выделить деревянное обрамление есть что-то владениях димитреску можно найти игрушечный замок загадку которую нужно решить с помощью котящегося шарика такая забава выдумка разработчиков вот ее внешний вид срисован с реального замка под названием куньяди что на границе румынии с венгрией и сербии этот прикольно кстати смотрите реально похож так театр это отсылка к реальному театру в замке пелишь стенки тарелки дворце где про вот тарелки кстати румынский меня волнует где про перчик то бутылки самогон также помимо в них в игре часто попадаются корзины с ягодами и фруктами у многих румын есть собственные сады где выращивают груши сливы и ягоды для домашнего вина или полинки аналога бренди в игре часто встречаются ковры где-то на полу где-то на стене в этом случае например ковер не случайно висит на внешней стороне дома это очень популярный в трансильвании и румынии элемент декора но чаще так украшают церкви узоры на коврах из игры османские типичные для шестнадцатых восемнадцатых веков характерные орнаменты и скатерти можно найти идентично реальном дешевой кастрюли которые популярны в сельской местности румынии также можно найти бочки для закваски капусты тут и там resident evil village висят связки чеснока и перца первое обычное для румынии дело они должны отпугивать злых духов и вампиров конечно с перцем интереснее его сушка на веревках больше характерно для венгров плюс перец висит около алтарей местного культа хотя в реальности с религией они не имеют ничего общего возможно тут создатели что-то напутали а вот сами алтари и брошенные церкви выглядит вполне правдоподобно оставленных храмов 17-18 веков на территории страны действительно много при этом действующие румынские церкви несколько скромнее изображены несколько скромнее изображенных в игре деревянные ворота румынский уезд сердце ворон еще одна забавная деталь про быт жителей в игре еда местный торговец герцог в обмен на мясо животных может приготовить еду улучшающую характеристики персонажа все блюда реальная румынская кухня например ми титеи мясные колбаски на гротаре гриль черба очень густой суп для простого люда а сармале мясной фарш в капусте или листьях винограда румынские голубцы вот так настоящая еда придирка тупая с перцем везде сушит у нас но там тут в статье говорится в основном то что в целом это неплохо ну в этом нет ничего странного странно что перцы размещены рядом со святыми местами то типа вот с иконами вот это типа скорее то есть придавая перцем некое как раз комик мистический или неверующий ну короче некая некий другой смысл хотя перцы сушат чаще просто чтобы их сушить чтобы использовать в еду а не чтобы там как чтобы это как-то с верой соотносилось сюжете игры фигурирует коду паразиты которых насильно вживляли в людей слово невыдуманное в переводе с румынского она означает подарок ну понятно короче намешали всего вместе отдельная тема огромный завод принадлежащий злодея гейзенберг он мог быть создан по мотивам металлургического завода из все того же хуни одара города около замка пелишь ну а оборотни и вампиры не случайно были выбраны в качестве врагов им посвящено множество румынских трансливанских легенд вспомнить хотя бы графа дракулу к слову его прообраз влад третий цепеш на родине считается народным героем они жестоким тираном согласно фольклору в три стригоев так звали вампиров и ведьм превращались даже некрещенные или убитые родителями дети похороненные вне кладбища вот такие вот такие вот истории square enix успешно закрыла фискальный год отчитавшись о росте продаж и операционной прибыли в дальнейшем компания намерена создавать новое пи для основных платформ и выпускать несколько крупных тайтлов в год как и обычно психологический хоррор layers of fear 2 выйдет на нинтендо switch ровно через неделю 20 мая до конца мая игру продают со скидкой в 10 процентов за 2024 рубля это отпуск что язда т.ф. их эпохи захары блин это же можно летопись какой-то написать летопись трансляций эпоха ебм эпоха игромании утром короткая эпоха новостей на дисгастингмен ебм на дисгастингмен что за челик статью писал ни слова о леди батаре под которую и сделали димит резко но они больше про дизайн на помещение и локации говорили они про дизайн персонажей алды на месте до алды подъехали не смотря несколько скриншотов mass effect legendary edition от игроков которые получили игру раньше времени я не получил игру раньше времени включите на один день интернет выключите на один день интернет чтобы не узнать что концовка трилогии происходило воображение шепард ну такие скриншотики прикольные прикольные скриншотики тут правда вот текстура земли как будто бы одинаковым блин мутные мутные скриншотики конечно жду жду надеюсь верю а в своем финальном отчете sega упомянула некую супер игру супер игра про супер соника в жанре fps для разработки которой она планирует привлечь европейскую студию детали тайтла не уточняются речь вполне может идти сразу о нескольких проектов которые связаны с уже существующим айпи компании супер игра с якубовичем sega объявляет супер игру димит резко из японской мифологии да похер ранее дтф поздний дтф декаданс да 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 сейчас на дтф футуризм окей ладно так всеми запонятовала умную колонку со сворачиваемся дисплеем от музыки знаете как есть выражение от твоей музыки у меня уши вянут сиоми сделала колонку который экран сворачивается в трубочку типа включаешь моргенштерн и экран такой пошел нахер ты не сможешь не смог я переключаю мелодию ты не сможешь вернуть ее обратно так person создает игру на пользователи twitter поделились фотографиями мини айти икс платы с загадочным процессором амд 4700 с как сообщалось ранее это может быть отбракованная однокристальная система и воды изначально предназначенная для xbox серия с окей asus представила смартфон и зен фон 8 серии окей electronic cards объявила что мультиплеерные вышибалы нокаут сити будут бесплатными первые 10 дней после релиза до 30 мая также разработчики сообщили что первый сезон нокаут сити стартует 25 мая спасибо electronic arts я все равно не буду в это играть спасибо не надо дев гамм начался и российские кинотеатры кино сети будут крутить фильмы warner brothers и universal всего две недели а потом снимать с проката на этом все больше у меня новостей для вас сегодня зеваю со всей силы и говорю вам что я вам говорю говорю что все новости на сегодня кончились у меня больше сегодня новостей нет и еще раз повторяюсь потому что не придумал никакой другие другой мысли сегодня я бы хотел посвятить себя немножко геймдеву давно я в него не возвращался вот поэтому я хотел бы посвятить немножко геймдеву но не ковырять то что я не до ковырял то что я не знаю как это сделать я не буду сидеть и смотреть просто тупо в экран и передвигать ноды туда-сюда не понимая что я делаю попробовать сделать что-то что я еще не делал либо сделать подвеску мне есть подвеска и попробовать анимировать ее за счет констант у меня есть гайд который позволяет заставлять двигаться один объект относительно другого объекта я как раз хотел использовать для подвески но не знаю получится мне не получится ну короче короче что-нибудь сделать для газельки вообще меня и меня больше интересует возможность сделать именно базу и выбор просто я так подозреваю что выбирание оружия там или выбирание модулей все же более громоздко и сложная история которая за один стрим не сделаю это надо сначала долго посидеть бухтеть почитать посмотреть а потом уже приступать к работе мне просто кажется что я с этим не справлюсь как раз подвеска им наверное будет чуть-чуть попроще потому что просто заставить двигаться объекты хотя тоже я думал что с турелями будет просто точнее ну да я изначально думал что с турелями будет просто и в итоге потратил на это год почти то есть спустя год я только осознал как можно это сделать это до конца не доделал в итоге она все равно движется неправильно все равно движется не так как не надо все она движется как мне надо но не сохраняет поверхность на которой находится турель короче есть на чем поработать и ехал хотел все же вернуться гим ты его все-таки что-то сделать но вот этот разброс меня меня немножко смущает мой разброс что я то туда хочу то ты то и это сделать надо как так централизирование наверное этому отнестись а вот так что наверное я сегодня посвящую большую часть времени непосредственно геймдеву но а можно будет сыграть одну игру из-за дня как мы делали вчера вчера у нас выпала в иран в итоге мне зашла игра поэтому я вчера ее прошел на стриме но это это не значит что все игры со дня я теперь буду проходить только в определенных условиях а вот поэтому если мне выпадет какой-нибудь флота вот один наверное я вряд ли будут него играть или в казаки например вторая вряд ли буду играть него больше час вот такая вот саб месяц получается теперь нет мне но это не саб месяц это просто менее душные саб дни мне кажется то есть чтобы не играть два дня подряд в игры какие-то непонятные устанавливать их скачивать вот это все уделять им просто по часу в день не каждый день но все же удали уделять им по часу мне кажется довольно логичная история удобная и вот иногда приводит к тому что некоторые игры например можно пройти до конца если если можно голосование не голосование не будет потому что тут все определено уже тут все определено завтра масс эффект будет массфер выходит 15 числа поэтому завтра он не будет завтра он точно не будет покажи что есть я уже показывал много раз ну типа есть газелька она ездит пока что она просто есть говно мфс говно игра ругался поначалу как нет неправда я ругался только на одном моменте я ругался на гонщики там какой-то есть родригес или что-то того там и твоего брата там три машины которые которые было сложнее всего побить там я ругался да еще на каком-то моменте я ругался самом начале я не ругался я отмечал что мне не понравилось что нету например нормальной анимации в игре то есть машина прибита гвоздями к асфальту и не движется у нее нету киноэстетики нормальной вот я только на это ругался но не ругался так возмущался вот так дустан будет мне не будет дустан был вчера там больше ничего делать все и вчера посмотрел весь контент что там больше особо делать-то и нечем дымные столбы были странными но это ошибка скорее всего я уверен что эта история про запуск старой игры на мощном пока вы прекрасно знаете если вы пк-шник прекрасно знаете что если старые игры некоторые запустить запускать на новых пк то иногда могут возникать какие-то артефакты из-за например разницы в fps что раньше игры там в 30 fps шли а сейчас 60 плюс и из-за этого там ломаются анимации ломаются иногда урон ломается наносимый иногда ломаются скрипты и из-за этого такое бывает вот такие вот такие вот дела к ежедневно почти стримы по играм но не да и когда бывает там какая-то игра такая которую мы чисто стримим игру это тогда сам не сам игр нибудь да это это прецедент потому что очень много с игр на сам день было заказано и с игр нам там всего 7 было поэтому можно это это хороший мне кажется хороший источник разнообразия чтобы периодически раз в день или как когда-то там на неделе поигрывать вот такие игры все вернусь к вам через часик где-то часам к трем подрублю и буду ковыряться в газельке то что-то я доделал доделал и забросил реально несколько недель уже не ничем не занимался это них это не хорошая практика потому что в итоге когда я вернусь там через месяц или через два я опять все забуду не опять во всем надо будет копаться как раз хорошо я отдохнул типа чтобы мозг не перегружать отдохнул сейчас вернусь и прям буду наяривать еще потом еще отдохну еще на я еще так так рано или поздно к чему-то да и приду на этом все спасибо что смотрели 159 вернется завтра в 159 я а я сегодня вернусь через час где-то часов 3 по мыска и будем будем ковыряться ну и а сыграем в сам игру наверно тоже разберись с переменными разберись с переменами а все хорошего дня увидимся люблю целую обнимаю всего хорошего пока